От теории к практике. Давайте установим Podman. Вы бы могли в репозиториях поискать нужный пакет, но так стоит делать только с простыми утилитами. Если дело касается чуть более сложных программ, всегда стоит проверять документацию на официальном сайте этой программы. Поэтому идем на podman.io и находим инструкцию по установке на наш RHEL. Как видите, здесь указано, что нужно включить модуль Container Tools и установить его. Напомню, что модули – это группы пакетов, нацеленных на решение одной задачи. Как и в нашем случае, для работы с контейнерами нужны несколько различных инструментов. Давайте найдем этот модуль через dnf. Можно увидеть четыре версии этого модуля, в которых отличаются версии пакетов. Где-то Podman версии 1.0, где-то 1.6, где-то 3, но и также для других связанных инструментов. Документация на сайте советовала нам ставить первый модуль, который обновляется каждые 12 недель. В некоторых случаях бывает нужно использовать старую версию, если, допустим, что-то в новой у нас не работает. Но для обучения нам сойдет и последняя версия. Включим модуль с ней и установим его. Кстати, вместе с Podman и другими утилитами ставится модуль и для cockpit, то есть контейнерами можно будет управлять и через веб-интерфейс. Касательно отличий докера и Podman их не так много, но кое-что есть. Во-первых, для работы докера нужен демон. Где-то этот демон называют единой точкой отказа, то есть если с демоном что-то случится, он выключит контейнеры. Можно настроить, чтобы контейнеры работали даже если докер-демон перестанет работать, но в любом случае управлять ими нормально не получится. И в целом это может привести к проблемам. А вот Podman работает без демона, поэтому такой проблемы можно избежать. Не то чтобы это решающий фактор отказаться от докера, скорее небольшой плюсик в сторону Podman. Во-вторых, Podman умеет работать с подами. Собственно, поэтому он так и назван – Pod Manager. Что такое поды? Хотя мы и говорим, что контейнеризация нужна для изоляции приложений, иногда они должны общаться. Скажем, веб-сервера очень часто должны работать с базой данных, а она работает в другом контейнере. Также нередко для веб-серверов нужны прокси-сервера. И хотя получается три разных приложения, служат они для одной задачи. Когда у вас приложений много, становится сложно управлять всеми контейнерами по отдельности и появляется понятие Pod – эдакая группа контейнеров. Поды позволяют связать контейнеры и управлять ими как единым целым. В чистом виде докер не используется в больших инфраструктурах. Обычно там работает кубернетс или подобный софт, который вносит понятие подов и централизованно управляет всем. Но кубернетс – большой и сложный продукт, который нужно изучать и не так легко администрировать, как докер, поэтому не всегда подходит для мелких и средних компаний. А Podman такой же простой, как и докер. При этом еще и поды поддерживают. В-третьих, докер – один инструмент с кучей функционала. Разработчики Podman, в свою очередь, пытались соответствовать философии Unix. Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо. Поэтому функционал докера в Podman разнесен по различным инструментам. Для сборки образа используется утилита Builder, для работы с репозиториями и образами в них Scopeo. Сам же Podman в основном отвечает за управление контейнерами. Хотя практически везде пишут, что Podman работает без root-прав, в отличие от докера, но и докер тоже можно настроить, чтобы он работал не от рута. Правда, некоторые путают это с добавлением пользователя в группу докер, но это разные вещи. Если добавить пользователя в группу докер, он может управлять контейнерами без судоправ, но сами контейнеры все равно будут работать от рута. А для настройки работы докер демона без root-прав, нужно кое-что перенастраивать. Информацию об этом можете посмотреть по ссылке. Но справедливость ради, докер надо перенастраивать, а Podman так работает из коробки. Ладно, давайте теперь займемся делом. У команды Podman множество ключей. Если написать Podman и два раза нажать Tab, можно увидеть список команд и описание к ним. Работа с контейнерами напоминает что-то среднее между управлением пакетами с помощью dnf и управлением виртуалками. Например, можно искать контейнеры с помощью опции Search. При этом, как видите, используются различные репозитории и ссылки на образы. По названию образа в интернете можно найти полезную информацию к нему. Например, какие переменные можно передавать образу, с какими ключами стоит использовать и тому подобное. Информация о репозиториях и ссылки на них указаны в файле Registry.conf в директории dtc-containers. Видите, указано Unqualified. Это означает, что если вы просто попытаетесь скачать образ, не указав полную ссылку к нему, то образ будет искаться в одном из этих репозиториев. Но это плохая практика. А вдруг кто-то изменит этот список и укажет свой репозиторий? Образы лучше скачивать, указывая полный путь к ним. В локальных сетях может понадобиться локальный репозиторий. И его можно поднять на том же контейнере. Давайте для начала найдем нужный образ с помощью Search. В списке вышло довольно много образов. Но по полю Stars можно определить самый популярный. Docker.io Library Registry. Рядом с ним под Official прописано OK. То есть образ официальный. И ссылка ведет на официальный сайт докера. То есть это то, что нам нужно. Чтобы скачать образ, используем опцию Pull. И укажем полную ссылку к образу. После того, как образ скачается, можно посмотреть список образов с помощью опции Image. Чтобы запускать контейнеры, свой репозиторий не нужен. Мы его делаем только для того, чтобы создавать свои образы и раздавать их на другие наши сервера. Ну и чтобы экономить трафик. Один сервер будет скачивать с интернета в локальный репозиторий. А другие сервера будут брать с этого локального репозитория. Теперь попробуем поднять свой репозиторий. Для начала ему нужен Persistent Storage, чтобы в случае проблем с контейнером мы не потеряли образы. Для этого создаем директорию. Дальше нужно запустить контейнер. Для этого используется опция Run. Можно, конечно, запускать просто Podman Run Registry, но получится просто изолированный контейнер, толку от которого мало. Поэтому давайте разберем наши ключи. Name – имя контейнера. Можно его не задавать, тогда Podman сам сгенерирует для него имя. P – проброс портов. В левой части – порты на нашем хосте. Справа – порты в контейнере. То есть мы говорим, что нужно открыть на локальной системе порт 5000 и пробросить его на пятитысячный порт контейнера. А в контейнере программа по умолчанию работает на этом порту. Но это касается именно Registry – это его дефолтный порт. Скажем, если бы мы поднимали веб-сервер, то мы бы указывали справа порт 80, так как в контейнере приложение слушало бы на 80-м порту. Узнать, какой порт слушает по умолчанию образ, можно на страничке самого образа в интернете. Так вот, мы пробросили порты, чтобы могли подключаться к репозиторию по сети. Where Volume – какую директорию хоста, какой директории контейнера цеплять. Опять же, слева директория на нашей системе, справа – внутри контейнера. То есть наша директория Home User Registry будет монтироваться в var lib registry этого контейнера. Если мы удалим контейнер, эта директория никуда не денется, и мы сможем прицепить ее к другому контейнеру. И да, какую именно директорию внутри контейнера надо выносить, обычно пишется на страничке образом или в документации, куда обычно дают ссылку. А опция Z в конце нужна, чтобы C-Linux не блокировал попытки контейнера что-то изменить в проброшенной директории. D – detach – отсоединить, то есть запустить контейнер в фоновом режиме. Если этот ключ не использовать, контейнер запустится в интерактивном режиме, а чтобы отсоединиться, придется вводить комбинацию клавиш. Легче сразу указать этот ключ при запуске. Registry – название образа. Обратите внимание, что его нужно указывать в конце, после всех ключей. На самом деле, после образа тоже можно указывать опции, но они уже будут относиться к самому контейнеру, а не подвану. Список запущенных контейнеров можно увидеть с помощью опции PS. При этом можно увидеть проброшенные порты, название, команду запущенную в контейнере, время создания и текущий статус контейнера. А с помощью опции Logs можно сразу посмотреть логи контейнера. Обычно туда сыпятся логи самого приложения внутри контейнера, за счет чего не нужно заходить внутрь контейнера и возиться с поиском логов. Как я говорил, обычно в контейнере минимум программ, поэтому решать проблему внутри контейнера довольно сложно. Но такая необходимость иногда появляется. Поэтому вы можете подключиться к контейнеру, используя опцию Exec. Как видите, баша в контейнере нет, но есть Shell. Здесь ключ i означает интерактивно, а ключ t, что нужно выделить для этого виртуальную консоль. Если же посмотреть директории в переменной path, можно заметить, что утилит здесь довольно мало. Но в некоторых образах программ много и можно управлять контейнером почти как виртуалкой. А если в контейнере есть систем D, а у вас настроен C-Linux, для нормальной работы контейнера следует кое-что разрешить в C-Linux на хосте. Чтобы выйти из контейнера, просто нажимаем Ctrl D. Если нам нужно запустить какую-то команду в контейнере, не заходя в него, достаточно ключа D. Например, создадим в проброшенной директории файл и убедимся, что он появился в нашей домашней директории. Теперь давайте закинем в наш локальный репозиторий какой-нибудь образ. К примеру, образ самого registry. Прежде чем это сделать, еще раз взглянем на список наших образов. Как видите, у образа указаны репозитории docker.io. Нам нужно поменять этот репозиторий. Для этого используем опцию Tag. После опции Tag мы указываем старый репозиторий, а потом новый. Теперь в списке образов мы видим новый образ с локальным репозиторием. Но при попытке залить образ в репозитории с помощью опции Push, мы получим ошибку. Мол, мы пытаемся залить с помощью HTTPS, а сервер поддерживает только HTTP. Можно было бы заморочиться с сертификатом, но мы сделаем несколько иначе. Разрешим нашей системе работать с локальным репозиторием без сертификата. Для этого мы должны в файле registry.conf прописать наш репозиторий. Пример, что именно писать, есть в самом файле. В location мы указываем на локальный адрес и порт, а insecure нам нужен, чтобы разрешить подключение через HTTP. После изменения настроек еще раз запустим Push. На этот раз все прошло без проблем. И даже в директории registry мы теперь можем увидеть наш контейнер. Теперь мы можем удалить наш старый образ и оставить только локальный. Для этого нужно использовать опцию Image с ключом RM. Но, как вы заметили, чтобы залить публичный образ в локальной репозитории, надо его скачать с помощью Pull. Потом поменять тег, а потом залить с помощью Push. Вместо этого можно использовать утилиту Scopeo. К примеру, найдем ссылку на HTTP. После чего используем утилиту Scopeo с опцией Copy, указывая откуда и куда. Обратите внимание, что перед ссылками я добавил Docker. Это нужно, потому что копирование происходит по определенному механизму. Механизмы могут быть разные. Где-то с авторизацией, где-то без, но в большинстве случаев Docker хватает. Кстати, давайте убедимся, что образ есть в локальном репозитории. И что его можно поставить. Найдем его с помощью Search. И скачаем с помощью Pull. Как видите, теперь у меня два образа. Оба указывают на локальный репозиторий. Если у вас нет доступа к документации образа, но вам нужно разобраться, что там крутится, какие порты используются и увидеть все подробности про образ, вы можете использовать опцию Image Inspect. Например, посмотрим, что у нас в образе HTTP. Здесь видно, какой пользователь в контейнере, какие порты, какие переменные окружения прописаны и прочая необходимая информация. Давайте пройдемся по часто используемым ключам. Итак, мы разбирали, что Run позволяет создавать контейнер и сразу же его запустить. После чего его можно увидеть с помощью опции PS. Как видите, контейнер получил рандомные, но читаемые названия. Контейнер можно остановить с помощью Stop. Обратите внимание, что нужно использовать именно название контейнера, а не образа. После остановки мы перестанем видеть контейнер с помощью PS. Чтобы видеть и выключенные контейнеры, нужен ключ A. Ну и соответственно, для запуска контейнера нужен ключ Start. Опять же, указываем имя контейнера, а не образа. После остановки контейнера можно использовать опцию RM для его удаления. В некоторых репозиториях настроена аутентификация. Например, хотя Docker Hub могут пользоваться все желающие, чтобы не забивать трафик на сервера, там настроен лимит на скачивание образов с одного IP адреса. Хотя лимит довольно большой, но если не пользоваться локальными репозиториями, если много тестировать, можно дойти до лимита. И чтобы платные подписчики не страдали из-за лимита, в Docker Hub можно логиниться с опцией Login. Это касается не только Docker Hub. Даже в локальных репозиториях иногда стоит настраивать аутентификацию, чтобы не каждый желающий мог скачивать образы. Хотя сейчас наши контейнеры и работают, но после перезагрузки автоматом не будут стартовать. Обычно за автозапуск приложений отвечает система D, но Podman работает без демона, поэтому после перезагрузки не будут стартовать контейнеры сами по себе. Но есть нюанс. Если мы создадим сервисы, как мы это делали раньше, то они будут запускаться от рута, чего нам не хотелось бы. Да, конечно, мы можем в сервисе указать юзера, но есть уже готовые решения. Точнее, полуготовые. Но благо есть документация. То, что мы ищем, относится к опции Generate Systemd. В примерах есть две команды Podman Create и Podman Generate. Create относится к созданию контейнера, а он у нас уже есть, поэтому эту команду пропускаем. Дальше Generate. Эта команда создает файл Systemd сервиса. Используем ее, указав наш контейнер. К этой команде я добавил еще два ключа. Files и Name. Оба ключа есть в этой же документации, только чуть ниже. В примерах с Podman. Они позволяют сразу создать файл, а не выводить файл сервиса на экран. В итоге, в нашей домашней директории появится файл Systemd сервиса. Для начала, у Systemd есть глобальный сервис, а есть и личные сервисы каждого пользователя. Глобальные лежат в ETC Systemd, а личные в домашней директории пользователя, в директории Config Systemd User. Чуть ниже в Money можно найти эту директорию, если вдруг забыли, где она находится. По умолчанию, такой директории нет, поэтому стоит ее создать и скопировать туда сгенерированный файл. После чего, нам нужно включить этот сервис. Если сервис принадлежит пользователю, то ему не нужно писать сюда, но нужно добавлять ключ User. Опять же, в документации пониже есть пример этой команды. Ну и самое главное, пока у пользователя нет сессии, его Systemd не будет работать. Значит, после перезагрузки контейнеры не запустятся, а если человек разлогинится, завершатся. Чтобы позволить сервисам пользователю работать без его логина, надо включить опцию Lingering, которая также показана в документации. И чтобы убедиться в том, что наш контейнер запустится после рестарта и будет работать без нашего участия, давайте перезагрузим систему. После чего, сразу подключимся пользователям Root, чтобы не вызвать старт сессии пользователя User, и просто проверим доступность порта. Как видите, порт доступен, а значит контейнер запущен. Ну и Podman.ps от Root нам ничего не будет показывать, потому что у каждого пользователя свои контейнеры. Поэтому перейдем на нашего пользователя и проверим статус контейнеров. Ну и отсюда тоже видно, что контейнер запустился не секунду назад, а уже работает со временем запуска системы. Ну и стоит учитывать, что из-за того, что наш контейнер работает не от Root, ему запрещено пробрасывать порты ниже 1024. То есть внутри контейнера может быть любой порт, а вот снаружи только выше 1024. Порты ниже этого числа называются привилегированными и считается, что сервис стоящий за ними работает от Root, а те, что выше, не привилегированными, а значит любой желающий сервис может их использовать. Как же нам тогда использовать порты ниже 1024? Можно, к примеру, делать перенаправление в Firewall. Если нам обязательно, чтобы клиенты подключались к порту 80, то можем прописать такое правило. Здесь сказано, что нужно перенаправлять пакеты, проходящие на 80-й порт по TCP, на порт 5000. Ну и для теста с моей системы запустим проверку доступности порта. Все работает как надо. Ну и напоследок давайте глянем Cockpit. Здесь у нас появилась вкладка Podman Containers. Нас предупреждают, что Podman не настроен как сервис, и простым нажатием Start Podman это можно сделать. После чего мы увидим окно с нашими контейнерами и образами. Отсюда мы можем управлять контейнерами, смотреть логи и даже подключаться к консоли контейнера. Давайте подведем итоги. Сегодня мы разобрали, как работать с Podman, как искать и скачивать образы, поднимать контейнеры, управлять ими, добавлять их в автозапуск и там подобное. Кроме того, мы подняли свой репозиторий для контейнеров и научились бросать туда образы. Как я говорил, тема контейнеризации довольно большая, и нам всего не разобрать. Но мы на базовом уровне научились работать с контейнерами, а это уже покрывает большую часть задач. Продолжение следует... Продолжение следует...